Татарстанское отделение Ассоциации юристов России по правовому просвещению «Точка зрения». Наступила весна, и для многих наших жителей Республики Татарстан, в частности для садоводов, начнется дачный сезон. И я бы хотел обсудить сегодня очень интересную и актуальную тему, связанную с темой «Земля и люди» или «Что нового в федеральном законе?» о ведении гражданами садоводничества и огородничества на территории Республики Татарстан. Я хочу представить вам наших экспертов в области регистрации прав сделок с недвижимостью, кадастровой деятельности и учета, а также технической инвентаризации объектов недвижимости. У нас сегодня в студии заместитель генерального директора Бюро технической инвентаризации Республики Татарстан, член Ассоциации юристов России Беглова Гульнара Зинуровна. Начальник отдела государственной регистрации недвижимости физических лиц Управления Росреестра по Республике Татарстан Мухаммед Галиева Н.Ж. Исмагдановна. Я хочу напомнить, уважаемые телезрители, участники, вы можете задать ваши интересующие вопросы нашим экспертам, и они ответят на них. Ну, начну я, наверное, с себя, на правах ведущего. Задам первый вопрос. Что вообще нового в данном федеральном законе? Какие новшества ввел законодатель? Может быть, уважаемые коллеги, начнем с вас? Да, в сфере садоводства и огородничества в последнее время и вообще в сфере недвижимости, поскольку мы сегодня представляем как раз сферу, касающуюся недвижимости в первую очередь, было достаточно много изменений в законодательстве. Я сегодня думаю, что мы больше будем говорить о новом федеральном законе, который был принят еще в июле 2017 года, а вступил в силу он только с 1 января этого года. Это федеральный закон о садоводстве и огородничестве, о ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд. И вот что, наверное, одно из таких самых важных положений, которые, я думаю, наши граждане, садоводы и огородники ждали, и которые прописаны вот в этом законе, это возможность возведения на своих садовых участках жилых домов. Я думаю, что наши зрители сами являются свидетелями того, если есть садовые участки, видите, наверное, что самые разные дома построены на участках. Есть и маленькие домишки такие, а есть и довольно-таки большие, где люди проживают, в том числе, круглогодично. Так вот, если раньше это было, скажем так, не совсем... Скажем, вернее, если раньше эти объекты не возможно было назвать жилыми домами, они по прежнему закону 66-му федеральному закону 98-го года имели название «жилое строение». Такое непонятное, да, что это такое. И хотя было в свое время постановление Конституционного суда Российской Федерации 2008-го года о возможности прописываться в таких домах, если иного жилья у граждан нет, это постановление, к сожалению, тяжело реализовывалось. Людям все равно приходилось в суде доказывать, что вот это жилое строение, которое у них находится в собственности, пригодно для круглогодичного проживания, и что в нем как раз можно проживать, и, соответственно, можно зарегистрироваться по месту жительства. То, что по-старому называется прописаться. Так вот, теперь с 1 января можно строить жилые дома такие вот для круглогодичного проживания с назначением «жилое», и можно уже спокойно в них в том числе регистрироваться по месту жительства. Вот это как одно из таких самых важных положений. Ну, также хотела бы обратить внимание, я думаю, что нашим зрителям будет интересно, и также то, что в связи со вступлением в силу этого закона ушло в историю такое понятие, как дача, вот как юридическое понятие, да, дача, дачный участок, дачный дом. Сейчас у нас 1 января таких понятий нет. А вообще наши все вот эти вот общества, объединения граждан разделились на два вида. Это садоводческие некоммерческие товарищества и огороднические некоммерческие товарищества. То есть нет дачных объединений, дачных товариществ, каких-то садовых обществ и так далее. То есть есть две вот эти организационно-правовые формы. А в чем разница? Разница в том, что в садоводческих товариществах все участки садовые, на которых можно в том числе возводить объекты недвижимости на огородных участках, то есть тех, которые находятся в составе огороднических некоммерческих товариществ, объекты недвижимости возводить нельзя. То есть огородные участки – это только участки для посадки, скажем так, культур, да, овощных и так далее. Вот. Но у нас в Татарстане, конечно, я думаю, подавляющее большинство – это как раз садоводческие товарищества. То есть все-таки те товарищества, те участки, где можно не только отдыхать, что-то там возделывать, сажать и так далее, но и также строить объекты недвижимости, то есть в том числе и жилые дома. И также тоже я считаю важным положением этого закона вот с точки зрения, опять же, сферы недвижимости – это то, что имущество общего пользования, как, допустим, земельные участки общего назначения, аллеи, да, допустим, там какие-то подъездные пути и так далее, другие объекты капитального строительства общего назначения, ну, допустим, дом охранника, да, который, в принципе, не является чьей-то конкретной собственностью, вот это все имущество общего пользования, оно переходит в общую долевую собственность тех садоводов, являющихся собственниками своих участков. Вот, то есть это тоже такое новшество в нашем законе, в нашем законе, который мы сегодня обсуждаем. У меня вот еще есть такой вопрос. Большинство у нас садоводов, любителей до сих пор еще не оформили свои земельные участки. Вообще, как можно оформить земельные участки на СНТ, что необходимо знать, и, возможно, какие документы и алгоритм действия? Инна Родинура, наверное, я вам вопрос адресую. Да, действительно, есть на сегодняшний день граждане, которые еще не успели оформить земельные участки, свои садовые. Вообще, надо сказать изначально, надо начинать с земли, потому что пока не оформишь право собственности на земельный участок, как раз-таки вопрос строительства жилых домов, садовых домов, их оформления, это уже вторичное. То есть пока право собственности на земельный участок не возникает, не возникает и права на недвижимость, которая стоит на нем. Соответственно, очень важный момент, который сегодня надо знать, это то, что у граждан осталось немного времени, чтобы оформить бесплатно в собственность садовые земельные участки. Дело в том, что действующий закон о введении в действие земельного кодекса Российской Федерации говорит, что до 31 декабря 2020 года есть возможность бесплатно оформить в собственность ранее предоставленные садоводческим товариществам земельные участки. Как будет дальше этот закон работать, мы пока не знаем. На сегодняшний день закона проектов, то есть инициированных государством о том, чтобы эти сроки продлить, нет. Будут ли они продлены, то есть это нам неизвестно. Поэтому гражданам, которые еще не успели оформить право собственности на садовые и земельные участки, сегодня надо поторопиться. Почему? Дело в том, что сегодня при выполнении кадастровых работ для цели оформления права собственности на такие участки мы зачастую 80, даже и больше, возможно, процентных случаев сталкиваемся с тем, что у граждан нет того набора документов, который достаточен для беспроблемного оформления земли в собственность. То есть этот пакет документов еще надо создавать с помощью кадастрового инженера, без его помощи. То есть разные бывают вариации, но мы понимаем, что это долгий процесс. У людей уходят годы. Мы понимаем, что до конца 2020 года осталось уже не так много времени. И говорить о том, что у меня еще год с лишним впереди, сегодня нельзя, потому что этого времени может и не хватить для оформления земельного участка. Дело в чем? Во-первых, гражданин здесь представляет документ не только относительно своего земельного участка, еще надо доказать, что эта огромная земля выделялась всему садоводческому товариществу. То, что он является членом этого садоводческого товарищества, что за ним конкретно этот земельный участок был закреплен. Зачастую таких документов нет, потому что либо не проводились эти общие собрания и распределения земельных участков. Бывают, кстати, те садовые общества, которые этим всем занимались, и у которых документы в порядке. Но это скорее исключение, чем правило. Если мы уж говорим о всей территории Республики Татарстан. А что делать тогда, если отсутствует документы? В данном случае кадастровый инженер помогает изготавливать такой документ, как схема расположения земельного участка, которая согласовывается с муниципальными органами. Но для этого, соответственно, еще множество действий надо предпринять, кадастровому инженеру свою работу выполнить. Потом этот документ направляется на согласование муниципальных органов. У них, возможно, могут возникнуть замечания относительно составленных документов по каким-то причинам. Их, возможно, надо будет устранять. То есть этот процесс долгоиграющий. Поэтому земельные участки уже надо оформлять сегодня. И не откладывать этот вопрос на завтра. А граждане сами смогут оформить, не прибегая, например, к услугам юриста, адвоката? Зачастую этим занимается кадастровый инженер. Достаточно бывает квалификации кадастрового инженера, чтобы оказать содействие в оформлении земельного участка. Если мы говорим о каких-то сложных процессах, где проблемы вообще с документами на этого гражданина, бывают, когда совершались какие-то сделки на коленках, которые нигде не регистрировались, где не исключена возможность судебного порядка оформления. В данном случае, конечно же, надо будет привлекать юриста, если знаний самого гражданина, потенциальному правообладателю, недостаточно его познаний в этой сфере. Поэтому не исключено, что потребуется и консультация, и помощь правовая юриста при оформлении земли. Поэтому этим надо заниматься. То есть начать нужно с технической документации, правильно? Начать нужно вообще с документов, которые на руках у гражданина есть. То есть он должен посмотреть, что у него на руках есть. Если он понимает, что в реестре прав у него право на земельный участок не оформлено, то есть у него нет свидетельства, он обратился в органы регистрации права управления Росреестра, ему сказали, что права на этот участок отсутствуют, тогда он должен задуматься над вопросом, что ему нужно оформить права и обратиться к адаптерному инженеру. То есть это специальное физическое лицо, либо работник юридического лица, либо индивидуального предпринимателя, который уже будет составлять конкретную документацию необходимую для цели регистрации права собственности на земельный участок. В данном конкретном случае, если границы участка ранее не определялись, это делается путем составления документа, именуемого межевой план. То есть на земельный участок составляется кадастром инженером межевой план, и на основании этого межевого плана и иных правоустановочных документов уже вносится запись в реестр прав. Можно я еще добавлю к вопросу по оформлению земельных участков? Как государственный регистратор прав, коим я являюсь, я бы хотела напомнить, я думаю, всем известно такое понятие, как дачная амнистия, которая у нас действует с 1 сентября 2006 года. В отношении земельных участков, которые были предоставлены для садоводства, огородничества, дачная амнистия продолжает действовать, и она бессрочна. И вот в случае, когда Гульнара Зимуровна говорит, если надо начать с того, что посмотреть, какие у вас есть на руках документы на земельный участок. И если есть такие документы, как вот те же самые государственный акт на землю, свидетельства о праве на землю, выданное до 1 января 2000 года, до того времени, когда образовалась регистрационная палата, какие-то еще постановления о выделении земельного участка, то как раз в порядке дачной амнистии можно, не обращаясь в исполком, то есть не обращаясь за оформление вот этого постановления о бесплатном предоставлении участка, оформить в собственность этот участок. То есть вы приходите к нам, представляете этот документ, уплачиваете государственную пошлину, размер ее составляет 350 рублей в соответствии с налоговым кодексом, и мы оформляем право собственности. Если же как раз вот таких документов нет, тогда уже вот по пути, который объяснила Гульнара Зимуровна, то есть поторопиться до 31 декабря 2020 года за оформлением постановления о бесплатном предоставлении земельного участка. Действительно, что будет дальше, неизвестно. Возможно, если не будет никакого продления, то участок потом придется выкупать. Это для тех садоводов и огородников, у кого на руках нет никаких документов, есть только вот такие членские книжки садоводов. Вот я садовод, я уплачиваю взносы ежегодно, и у меня больше ничего нет. То есть в этом случае обычно бабушки и дедушки заблуждаются, думают, что это мой участок, все, я собственник и так далее. То есть эта книжка не говорит о том, что у него есть право собственности. Право собственности, оно, как известно, подлежит государственной регистрации. Либо оно подтверждается как раз теми документами, которые были выданы до 1 января 2000 года. Спасибо большое, Инженит Мадановна. У меня вопрос, возможно, у наших телезрителей, участников мероприятия тоже есть какие-то вопросы. Пожалуйста. Да, можете встать. Я хотел задать вопрос. Какие объекты недвижимости могут быть построены на садовых и семейных участках? Спасибо. Как я уже говорила, участки, они теперь разделяются на садовые и огородные. И, как я сказала, на садовых участках можно возводить объекты недвижимости. На огородных участках объекты недвижимости возводить нельзя. То есть можно построить только, возвести, вернее, только какие-то временные постройки, которые не являются недвижимым имуществом, которые можно затем убрать, сложить, перенести и так далее. То есть это без фундамента, без оснований? Да, если мы будем говорить о том, что такое объект недвижимости, это объект, вкратце, согласно Гражданского кодекса, объект, который прочно связан с земельным участком и который нельзя переместить с одного участка на другой, не причиняя ущерба его назначению. Соответственно, временные постройки, которые не являются объектами недвижимости, это то, что можно... Ну, какая, допустим, теплица, что-то. Это на огородных участках. Объекты недвижимости там строить нельзя. Вот на садовых участках что можно строить? Как я уже говорила, жилые дома с 1 января вполне законно. Значит, садовые дома. Понятие садовый дом дается как раз в этом федеральном законе новом о садоводстве и огородничестве. То есть садовый дом – это объект сезонного назначения, нежилого. И затем хозяйственные постройки различные и индивидуальные гаражи. То есть можно же построить гараж, куда приехал на свой садовый участок, поставил машину для индивидуального пользования. К хозяйственным постройкам что можно отнести? Какой-то хозблок, баню то же самое. То есть все, что является объектами недвижимости, что можно построить на этих участках. И как я вот, кстати, уже говорила, забыла отметить, я сказала вначале, что нет теперь понятия дачный участок, дачный дом. Вот если у гражданина право было зарегистрировано на такой объект, как дачный дом, сейчас в соответствии с этим новым законом дачный дом признается жилым домом. И в принципе даже не надо менять никакие документы, если было право зарегистрировано на дачный дом, сейчас в силу закона это уже жилой дом. Если было зарегистрировано право на жилое строение, вот такое вот непонятное, которое, я говорила, до 1 января существовало, теперь эти жилые строения тоже все признаются жилыми домами в силу закона. Спасибо. У нас зачастую от граждан бывают как раз-таки вопросы, и к катастрофным инженерам тоже, и в ПТИ приходят, о том, что вот у меня была дача, что теперь у меня дачи нет. То есть это категорически не так. Мы, наоборот, граждан успокаиваем о том, что вам даже действий никаких предпринимать не надо. Но если, конечно, вы хотите, вы можете обратиться с заявлением, чтобы вам наименование объекта поменяли, то есть это делается по заявлению. Но такой необходимости закон не предусматривает, потому что он автоматом уже в силу указания закона эти понятия приравнял. Поэтому обязательного порядка такого нет, но по желанию это сделать можно. То есть право собственности, оно как существовало на объект недвижимости, так и существует. Просто меняется наименование объекта. Понятие, да? Да, вот это понятие. И с земельными участками также, соответственно. То, что дачных участков нет, это не говорит о том, что право собственности люди потеряли. Нет, ни в коем случае. Просто они перешли в другую категорию. Они стали садовыми земельными участками. Автоматически. Еще вопросы? Можно? Да, конечно. Какие требования предъявляются к жилым домам? Требования у нас, городостроительный кодекс, в принципе, понятие индивидуального жилого дома, объекта индивидуального жилищного строительства, жилого дома он приравнял в одно, и указывает на то, что это объект капитального строительства, не более трех этажей, высотой не более 20 метров, соответственно, предназначенный для проживания граждан и не подлежащий разделению на самостоятельное помещение. Что можно из этого, исходя, сказать? То, что граждане должны иметь возможность проживать в жилом доме, в индивидуальном жилом доме, в объекте индивидуального жилищного строительства круглогодично. То есть там должны быть соответствующие коммуникации, которые это позволяют сделать, в отличие от садового дома. То есть садовый дом по закону, это у нас сезонное проживание. Вот сезон садовый, дачный, как говорится уж обывательски, дачный сезон наступил, поехали в садовый дом, пожили, летний сезон садовый закончился, уехали. А жилой дом подразумевает, что мы там круглый год можем жить. То есть какие-то коммуникации там должны быть. Закон и какие-то СНИПы, нормы городостроительные, они не предъявляют требований, какие именно коммуникации. Мы понимаем, что отапливать дом жилой можно как электричеством, так и газом, так и может быть печное отопление, дроварь. Пожалуйста, как хотите. Валежник разрешили собирать. Главное, чтобы такая возможность отапливать этот дом и круглый год там жить была. Воду вы можете покупать, туалетом вы можете пользоваться на улице. То есть главное, чтобы такая возможность была. Главное, чтобы в этом доме жилом были помещения для готовки, пищи, употребления, для непосредственно проживания. То есть это спальня, где вы можете отдыхать. То есть вот такие помещения должны минимально быть. Потому что требования по СНИПаму, они предъявляются. Они говорят, что должна быть обязательно кухня, либо кухня-ниша в жилом помещении, и комната как минимум. А вспомогательные помещения, они могут уже в составе жилого дома быть, либо за его пределами. Это уже как вам угодно. Понятно, что много есть до сих пор неоформленных жилых домов 80-х, 90-х годов постройки. Ну вот в свое время как-то по наследству это все так длилось, длилось, передавалось. И люди сейчас только зашевелились и говорят, у меня нет права собственности на дом. Земля давно еще по выписке из похозяйственной книги зарегистрирована, например, а право собственности на дом не оформлено. И мы понимаем, что эти дома, они не могут, например, отвечать к сегодняшнему понятию коттедж, которые вот у нас в понимании есть, которые сегодня строятся со всеми коммуникациями, как положено. Поэтому единое требование к понятию жилой дом в плане коммуникации законодатель не предъявляет. Но условия проживания для круглогодичного проживания должны быть соблюдены. Они могут быть разные. То есть, а у жителей садоводов есть такая возможность садовый дом перевести в категорию вот жилой дом? То есть, пристрой сделали, как-то крышу обновили, коммуникации подвели? Ну, смотрите, садовый дом путем пристроя, только пристраивание пристроя жилым не станет. Соответственно, опять-таки, он должен быть оборудован какими-то коммуникациями, потому что мы понимаем, что не в каждом садовом товариществе есть возможность круглый год пользоваться коммуникациями. Зачастую, если чисто садовое товарищество, в котором жилых домов нет, там, например, свет отключают на время несезона. Там отапливаться газа, там газификации может не быть. Поэтому, если такие условия в этом садоводческом товариществе есть возможность электричеством отапливать, чтобы его не отключали на зимний период, то, конечно же, да, если садовый дом будет отвечать требованиям жилого дома, это можно сделать. То есть, это можно. То есть, соответствует постановлению, даже у нас в связи с введением действия вот этого нового федерального закона о введении гражданами садоводства, у нас в постановлении номер 47 январь 2006 года в этом году были вынесены изменения, согласно которым имеется возможность также перевести садовый дом в жилой и наоборот. То есть, если кто-то уже давно озадачился вопросом, зарегистрировал свой садовый дом, я озадачился вопросом тем, как здесь круглый год проживать, и это реализовал, то такие граждане могут по определенной законодателям процедуре такой перевод осуществить и уже в реестр прав внести запись о том, что у них не садовый дом, а он уже жилой. То есть, здесь конкретная процедура. Для этого необходимо обратиться в уполномоченный орган местного самоуправления по месту нахождения объекта и приложить необходимый перечень документов, в их числе документы, подтверждающие право на земельный участок, документы, подтверждающие право на садовый дом, а также один из основных документов это заключение соответствующей организации, которая является членом саморегулируемой организации по инженерным изысканиям о том, что вот этот садовый дом, он имеет все признаки жилого дома, что он имеет право называться жилым домом. Сходя из этого заключения уже, то есть, его достоверность проверяется органами самоуправления и дается либо положительный, либо отрицательный ответ, что да, такое возможно, что осуществить перевод одобрено, либо нет, наоборот, что по каким-то причинам такое одобрение невозможно. Спасибо за ответ, достаточно содержательный. У меня вот вопрос тогда в связи с этим. Каков порядок оформления садовых и жилых домов на землях СНТ? Я, наверное, отвечу. Как я уже говорила, изменений в законодательстве в последнее время очень было много. И как раз вот попал по поводу порядка оформления прав, документов и права собственности на садовые и жилые дома, на садовых участках, и не только на садовых участках, все объекты индивидуального жилищного строительства. Значит, этот порядок изменился. Он изменился еще с 4 августа прошлого года в связи с тем, что в Городостроительный кодекс Российской Федерации были внесены изменения. И в связи с этим часто вот сейчас слышим, что дачная амнистия для этих объектов завершилась. Действительно, упрощенный порядок оформления прав на именно эти объекты садовые и жилые дома, он завершился, поскольку теперь все строительство, начало строительства и окончание строительства таких объектов необходимо согласовывать с органами местного самоуправления, с исполкомами. Что нужно сделать? В принципе, даже если речь идет о ранее построенных домах, но не оформленных, можно воспользоваться так называемым уведомительным порядком. Во-первых, до начала строительства необходимо заполнить, есть такая форма, утвержденная приказом Минстроя, уведомление о планируемом строительстве. Необходимо заполнить это уведомление и вместе с проустановщим документом на земельный участок представить в исполком по месту нахождения объекта недвижимости. Исполком, проверив это уведомление на соответствие всем требованиям законодательства, направляет заявителю уведомление о соответствии планируемого строительства, либо, если что-то не в порядке, то уведомление о несоответствии. Так вот, если исполком согласовал, направил уведомление о соответствии, это значит, что можно строить, что все в порядке. Вот это согласование, оно действует в течение 10 лет. Значит, после окончания строительства, опять же, нужно заполнить форму уведомления об окончании строительства. И к этому уведомлению об окончании строительства уже необходимо будет приложить технический план, который составляется кадастрным инженером. Прикладывается, оплачивается государственная пошлина за государственную регистрацию права собственности, опять же, в размере 350 рублей. И если потребуются, то иные документы. Допустим, если земельный участок в долевой собственности, ну, допустим, у двух лиц, то потребуется соглашение об определении долей в праве на построенный жилой дом. Вот этот весь пакет документов, опять же, направляется не к нам, значит, а в орган местного самоправления, в исполком, в тот, куда вы направляли уведомления о планируемом строительстве. Исполком проверяет документы уже на соответствие требованиям уже построенного объекта недвижимости. И если все в порядке, заявитель направляет уведомление о соответствии построенного объекта, а сам же орган, вот этот весь пакет, отправляет в электронной форме к нам в орган регистрации прав, в Росреестр. То есть заявителю уже не надо будет к нам идти, подавать отдельно документы на регистрацию права. Соответственно, мы, получив документы, от органа местного самоправления ставим этот объект на учет и регистрируем право собственности. То есть вот такое вот происходит взаимодействие в электронной форме. Вот этот уведомительный порядок, еще раз повторяю, он введен с 4 августа прошлого года, и он теперь распространяется на все объекты, вернее, на садовые и жилые дома, которые возведены на садовых участках. До 1 марта 2019 года был еще такой переходный период для жилых домов, но, к сожалению, его не продлили, поэтому после 1 марта также в отношении жилых домов действует уведомительный порядок. И, как я уже говорила, на садовых участках можно ведь еще строить не только садовые жилые дома, но еще и различные хозяйственные постройки, гаражи. Вот для них как раз уведомительный порядок не требуется, то есть для них действует, так скажем, упрощенный порядок. То есть составляется технический план на такой объект недвижимости. Если право на землю зарегистрировано, то с этим техпланом, опять же с документом об уплате госпошлины, заявитель приходит к нам. То есть через МФЦ подает непосредственно к нам в Росреестр документы. То есть с полком согласовывать такие вот объекты. Вспомогательного назначения не требуется. Вот такой порядок. Хотелось бы еще дополнить по поводу уведомительного порядка. Правильно здесь было сказано о том, что коллегой, о том, что уже на построенные дома, но которые еще граждане не успели оформить, этот уведомительный порядок также распространяется. И что здесь важно гражданам знать? Дело в том, что форма, утвержденная форма уведомлений о начале строительства, о завершении строительства, они предусматривают указания, параметров планируемой постройки. То есть если у вас уже дом на сегодняшний день построен, но не оформлен, соответственно, вы должны понимать, какие параметры у этого дома. Почему? На дату подачи первого уведомления, на момент подачи первого уведомления о планируемом строительстве, вы должны знать, что после завершения строительства подается уведомление об окончании строительства и параметры первого и второго уведомления должны совпадать. То есть если мы подаем о том, что я хочу построить дом размерами 9 на 10, двухэтажный, соответственно, то после завершения строительства эти параметры должны также быть отражены в этом уведомлении. И здесь уже не получится так, что ну ладно, я здесь напишу, а потом как получится, второе уведомление так по факту и заполню. Так не получается, потому что кадастровый инженер уже выезжает для составления технического плана, и он по факту проводит измерения, и он пишет ровно так, как это есть в действительности. И если не сходятся вот эти параметры в первом уведомлении о начале строительства и в последующем о завершении, то тогда необходимо будет еще подавать промежуточное уведомление о внесении изменений в первое уведомление. То есть это достаточно такая, вроде как кажется, сложная процедура, но чтобы ее допускать, что рекомендуем мы, как кадастровые инженеры. Если дом уже построен, но не успели его оформить, лучше, конечно же, вызвать кадастровый инженер и произвести замеры сейчас, чтобы понимать, как правильно заполнить это первое уведомление. Что в последующем уже кадастровый инженер выдал вам такой техплан ровно с теми же параметрами, которые были указаны в первом уведомлении. Чтобы все сошлось, чтобы не было проблем. В любом случае к кадастровому инженеру надо будет обратиться, потому что конечный документ, это техплан, его надо будет как раз-таки предоставить в орган местного самоуправления, чтобы в последующем он лег в основу регистрационных действий для органа регистрации прав. Поэтому лучше это сделать с самого начала, чтобы нежели потом опять-таки не ходить в орган местного самоуправления, не переписывать уведомления, не вносить изменения. А если, например, не 9 на 10, а 9,5 на 10, то в таком случае тоже необходимо вносить? А изначально было заявлено 8 на 9, да? Нет, 9 на 10, ну полметра погрешность, например. Ну если дом уже стоит, конечно же, чтобы это соответствовало. Потому что орган местного самоуправления, который будет подтверждать, то есть последний документ, который прилагается к техплану и направляется в орган регистрации прав, это как раз-таки уведомление органа местного самоуправления о том, что тот объект, который построен, он соответствует тому, что было изначально заявлено. Запланировано, да. И то, что было согласовано с органом. То есть если какие-то параметры имеют отклонение, орган уже вроде как не должен согласовывать, потому что он же видит, что нет соответствия, что есть отклонение от этих параметров. А есть какие-то санкции, что ли, да? Ну смотрите, орган ведь он, когда первичные уведомления рассматривает, он исходит из вот этих муниципальных норм, где установлены пределы разрешенного строительства. Как раз-таки вот ваш объект, заявленный 9 на 10, он может быть в этих пределах сидит, и отступы от границ земельного участка, заложенные в муниципальных правилах, они соблюдаются. А если у вас 9,5 на 10,5, как вы говорите, может быть уже там и отступы не соблюдены. То есть это заново надо проверять. Смотреть соответственно. Да, и поэтому, чтобы вторично органу эту работу провести, необходимо заново подать уведомление и скорректировать ранее заявленные параметры. Иначе он не может проверку провести и сказать, правильно вы построили или нет, соответствует ваша постройка муниципальным правилам или нет. Важно отметить, что как раз-таки Городостроительный кодекс говорит, что когда подается уведомление о планируемом строительстве, параметры, заложенные в этом уведомлении, как раз-таки проверяются на соответствие в том числе правилам землепользования и застройки, как мы их называем на территории Республики Татарстан. То есть эти правила землепользования и застройки есть в каждом муниципальном образовании. Они утверждены компетентными органами. И в каждом таком документе заложены как раз-таки пределы такого строительства. То есть и отступ от границ земельного участка, и предельная возможная высота объекта, этажность. То есть это, исходя из конкретных характеристик земельных участков и территориальных зон, все заложено. Чтобы это не нарушалось, как раз-таки и изначально заявляются будущие параметры будущего объекта. Вот, все связано с этим. Ну, я думаю, что вообще много, конечно, мы выслушиваем, в том числе от наших заявителей, о том, ну почему уже вот дачная амнистия, все было так просто, ни с кем не надо было ничего согласовывать. И даже в какой-то период нам, вот как органу регистрации прав, не требовалось представлять разрешение на строительство, хотя это разрешение на строительство всегда нужно было получать, в том числе для индивидуальных жилых домов. То есть государство все-таки должно контролировать, что строится, что планируется, какое строительство планируется на участках. То есть нельзя рассуждать так, вот это мой участок, что хочу, то и строю. То есть у каждого участка есть разрешенное использование. Если вы нарушаете разрешенное использование, у вас земельный участок под ИЖС, под индивидуальное жилищное строительство, а вы там построили многоквартирный дом. То есть была такая проблема, в том числе и в городе Казани в свое время, с которой стали бороться, я надеюсь, что успешно завершили борьбу с этим процессом. Если земельный участок под индивидуальное жилищное строительство, многоквартирный дом или так называемый таунхаус на этом участке строить нельзя. То есть это уже нарушение земельного законодательства, это уже административное правонарушение. Соответственно, государство должно контролировать, что планируется строить и что построено в итоге. Поэтому вот этот уведомительный порядок, который был принят в прошлом году, как раз нацелен на то, чтобы государство контролировало, что планируется построить. Для этого заявители направляют уведомления о планируемом строительстве и что построено. То есть орган местного самоправления сравнивает, что заявлялось, что было запроектировано, скажем так, застройщиком, правообладателем участка и что в итоге построено. Поэтому, если будет вот это несоответствие, вернее, вот эта вот нестыковка двух уведомлений, просто орган местного самоправления направит застройщику уведомление о несоответствии. И к нам уже в орган регистрации прав документы не направят. Даже если заявитель попробует к нам прийти, минуя орган местного самоправления, у нас есть основания для приостановления, когда от органа мы получаем уведомление о несоответствии построенного объекта. он просто не зарегистрирует право собственности на этот объект недвижимости. Вот и все. То есть, в принципе, механизм весь продуман, и он работает довольно-таки успешно. Спасибо. Ну и напоследок у меня такой вопрос. А что делать, если право зарегистрировано в садовый дом как назначение нежилое, а фактически является жилым? То есть можно как-то его переоформить? Ну вот мы говорили, что по постановлению 47-го как раз у нас несены изменения. Это необходимо обратиться с заявлением в органы местного управления, компетентные, они у нас определены, какие органы, то есть в администрацию по месту нахождения такого садового дома приложить необходимый пакет документов. В их числе как раз-таки заключение организации. Обязательно надо удостовериться, что у этой организации имеется членство в СРО по инженерным изысканиям. То есть в этом случае либо выписка из реестра членов выдается, либо свидетельство о членстве в саморегулируемой организации. Обязательно это один из признаков, то есть компетентности этой организации. Закон говорит так. Соответственно, если эта организация выдает заключение о том, что такой садовый дом действительно может именоваться жилым домом, и все признаки к этому имеются, то в этом случае дается положительное заключение такой организации, и это заключение будет основанием для перевода садового дома в жилой дом. И это решение принимается органом местного соуправления. После того, как это решение принимается, соответственно, также нужно в любом случае перед тем, как обратиться в орган регистрации прав с этим документом, изготовить документ, именуемый технический план. То есть в любом случае надо обращаться после завершения перевода к кадастровому инженеру. Кадастровый инженер составит уже технический план на жилой дом. В обосновании приложат вот это распоряжение органа местного соуправления, и этот технический план будет являться основанием для внесения изменений в сведения, которые содержатся в Едином государственном реестре недвижимости. То есть мы поменяем, соответственно, именование садовый дом на жилой дом и назначение с нежилого на жилой. То же самое, такая же процедура предусмотрена и в обратном случае, когда был жилой дом, и он вдруг, ну не вдруг, а он стал нежилым, да, то есть садовым домом. Ну всякие тоже в жизни бывают ситуации. То есть в принципе все то же самое. Важно отметить гражданам еще и то, что, как всегда у нас, любой федеральный закон новый, он влечет за собой определенные проблемы при реализации на начальном этапе. То есть это нормально, когда вступает в действие федеральный закон, он всегда возникают какие-то проблемы, которые с определенным периодом времени потом преодолеваются. Мы их решаем какими-то путями, либо вносятся изменения в законодательство, либо административные регламенты появляются. Так с чем мы столкнулись в этом случае? У нас как раз-таки вот эти вот нормы, которые заложены органами местного управления на своей территории, правила землепользования и застройки, они не всегда оказались готовы к этим нововведениям, потому что по садовым домам свои параметры были, они принимались еще на публичных слушаниях. При старом законодательстве они не предусматривают, например, на сегодняшний день возможность строительства жилых домов на садовых участках, хотя закон это не запрещает. Поэтому вот эти все вопросы сейчас тоже с органами местного управления, они устраняются. Конечно, у нас возникли те люди, которые успели получить на основании этого отрицательное уведомление, но это не проблема. Уведомительный порядок можно проходить неограниченное количество раз. То есть если ты один раз получил отрицательное уведомление по какой-то причине необоснованной, и эта причина была устранена, это не говорит о том, что ты заново не можешь обратиться. Нет, ты можешь обращаться ровно столько, сколько посчитаешь нужным. Но если проблема все-таки в тебе, и ты какие-то ошибки допустил, то есть указал те параметры, которые не могут быть указаны. Ты должен пересмотреть эти параметры, если не начал строительство, то есть продумать строительство так, чтобы твоя постройка была законной. То есть уменьшить параметры, сократить количество этажности, которые ты ранее запланировал. То есть все это начинать надо заново. У меня все. Спасибо большое, уважаемые телезрители, уважаемые участники. Давайте поблагодарим наших экспертов за участие в мероприятии. До новых встреч, увидимся в следующей передаче. Спасибо. Спасибо вам. До свидания. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»